Как раз в предновогодний период всегда хочется рассказать, что это такое прекрасное и, как правило, это связано со сладостями. Вот сегодня мы с моими прекрасными помощницами будем делиться рецептом фензальных конфет с финиками и бананами. Будет три вида конфет, которые мы будем обваливать на котловой стружке, такао и кушуть. Это прекрасное такое состояние. Вообще, когда ты находишься в варенье чего-то такого прекрасного натурника, подходите. Можно и есть это тоже. Довольно прекрасно. Ты как будто готовишь блюдо под названием счастья. Я вот всем говорю об этом. И в этом состоянии надо всегда находиться в прекрасном настроении, с хорошими, добрыми костями, строго диспинта. И, как правило, с чистыми ручками, чтобы руки передавали свое состояние сердечно. Ну и еще, кроме того, чтобы мы их побыли, мы сейчас поделили пурчаточки, чтобы все было очень экологично. Рецепт этих конфеток прост. Я думаю, Мария, я не представилась. И моя прекрасная помощница Ера. Рецепт очень простой. Его может приготовить каждый, у кого есть дома такой инструмент, как блендер. Он сегодня наш станет помощником. Да. Подойдет не только вот такой вот блендер-чаша, а еще и вот такой вот блендер, который может бюрировать ингредиенты. Я думаю, что у нас есть в наличии грецкие орешки, орешки кешью, лентальные орешки, виники, бананчики, кунжут, кокосовая стружка, корица и какао. Вот. Для начала мы замочили, ну так как у нас ограничено время в мастер-классе нашим прекрасным, мы заранее замочили орешки. И для того, чтобы они появились, ну, как бы, свои консистенции создали, нужно их замочить предварительно и замочить нужных фиников. И, как оно заводится, буквально на 10-15 минут, чтобы они размятли. Из фиников нужно извлечь косточку. Вообще, вот это вот, то, что создала природа, все самое полезное и прекрасное, уже все сделано за нас. Мы только лишь становимся участниками этого прекрасного процесса готовки и потом с радостью делимся окружающими вот этим состоянием. В мастер-классе мы смешиваем сначала все сухие ингредиенты. Это все орешки, которые у нас были. Это миндаль, это кешью, грецкие орешки. И запускаем наш процесс, чтобы перемолоть в такую красивую мелкую крошку. Волшебство началось. У нас прекрасные помощники нам одолжили свой чудо-блендер, который помогает нам в этом вопросе просто. А я пока что почищу финики. Спасибо. Надо водички добавить. Рецепт достаточно простой и поможет приготовить наш ребенок. Поезд, осторожно, осторожно. Осторожно, осторожно. Осторожно, ложка сейчас это... Дать возможность тебе творить, чтобы ты находился в состоянии исследователя. Тогда ты что-то создаешь. Ложка сейчас полетит. Я буду сюда выставить. Хорошо. По рецепту в этих конфетках используется еще либо мед, ну вот как альтернативу меду мы нашли леновый сироп. Но, к сожалению, его тоже не оказалось. Мы нашли, но его не оказалось. Не оказалось, да. Ну вот, как бы, эти конфетки настолько уникальные, что их можно приготовить даже без кленового сиропа. Вот что мы, собственно, их просто производим, смотрим, обращаем жизнь. Даже если вы не умеете готовить или считаете, что вы не умеете готовить, в любом случае процесс готовки превращается в процесс создавания варенья чего-то. И здесь ты встава себе шеф-повар. Ты можешь готовить только то, что захочешь, смешать именно те ингредиенты, которые ты почувствуешь. Вот так отчаянно, отчаянно, так вот, ложкой туда, прям по затылеру, мешаем орите. Бананчик просто порезать на кусочки, чтобы он быстрее скуривался и получилась такая однородная масса. Вообще, конфетки сами по себе получатся сладкие, потому что мы используем финики. А финики это такой уникальный продукт, который сам по себе содержит сладости. Достаточно уникарно, что немножко мне заправляться с сладостью где-то старт. Сейчас еще присоединиться к нам еще, думаю, по-моему, для этого девочка. Печатки, перчатки, перчатки. Все, теперь с толщиной крошки, которую мы сделали из орешков, мы добавляем банан и финики. Отдельно добавим сначала банан, потом финики, чтобы это все превратилось в такую массу, которая бы помогала нам создать как клетки. Если вы добавите водички, она будет хорошо мешаться, она будет блендером. Ну, чтобы они у вас не сползлись, да. Это мы тебе подсказываем, как нужно мастерам делать. Это голос из публики. Подсказки. Москва сказала. У нас есть все помощники, все участки. Это так приятно. Мы добавляем немножко логички, чтобы... Ну, тогда получите однородное такая масса, которая поможет тебе шарики. Молодец. Молодец. Супер. Да, это очень важно, когда мужчина подключается и начинает помогать. Вот складываются свои силы, эмоции и просто начинает получаться. У нас получилась такая однородная масса, которая даст возможность сформировать красивые шарики. Идеально эту массу после того, как мы ее сформировали, можно поставить в холодильник на 11-20 минут, чтобы она охладела и выкаталась энергией. 100км. Нужно будет очень жидко тогда. Мы надеемся, что у нас прекрасные конфетки получатся. Котовая стружка уже готова для того, чтобы обвалить. И теперь добавим в клиники. Теперь у нас в последнем этапе направляется клиники в нашу гостевую блендер. Я не получаю. Пару минуты. Все, я в пользу, как он у нас будет. А, кстати, да. Давайте попробуем. Давайте все тут. Нет никаких границ. Мешалка что-то перестала. Один кто раздал, мы возьмем второй. Некоторые блендеры предназначены для приготовления коктейлей, вот такие-то в морозе, там какие-то жидкие ингредиенты. Поэтому не все блендеры будем перемалывать орешки. В данном случае у нас такая же возникла ситуация. Мы перемалываем, исходя из того, что есть, но на самом деле не все блендеры справляются. Поэтому будьте внимательны. Кофемолка подойдет. Кофемолка подойдет. Кофемолка подойдет. Да, орешки очень хорошо еще в кофемолке перемолоть. Делать такую вот трошку. Не, не жидким, а орешки хорошо. Это получится очень хорошо. Ну, а, это отдельно. Сначала орешки отдельно, только кофемолки. Я думал так. Да, орешки в кофемолочку. А потом уже можно большую. Да, да. Она очень хорошо. У меня арахис, он же маленький, она все перемешивала. Очень классно. А этот нет, он же не предназначен для этого. А ты хочешь, сейчас мы на тарелочку высыпем немножко корейца и какао. А вот самую тарелочку мы уже высыпали и нам всегда. Какие у меня прекрасные помощницы, вот так здорово. Все так помогает. Как будто. Так, просто тарелочки можешь рассыпать так, чтобы было. Сейчас мы будем все вместе и оптали. Так. Да, да, еще сточу. Слышать. У нас такая смесь получится. Ракава и корейца. Другое дело. Да. Супер. Смешиваем какао и корейцу для того, чтобы она получилась однородной. Чтобы для тех компетентов придут целые какао и корейца. Аромат просто невероятный. Просто когда находишься рядом с такими прекрасными продуктами, и они издают такой аромат, отправляешься куда-то и проходит в другую страну. Думаю, что она красиво получилась. Прошу, хорошо. Очень красиво получилось. Прошу. Очень важно при приготовлении блюда, чтобы все пространство было чистым, чтобы готовить с таким наслаждением, как будто ты готовишь не для кого-то, а вот даже для дворца, наверное, для чего-то такого божественного, для кого-то такого настоящего для себя. И тогда ты вкладываешь такую энергию свою самую искреннюю и настоящую. И вот важно, важно в чем ты одета. Конечно, вот мы сегодня с Верочкой одеты в таких сладанских нарядах, они дают свои какие-то ощущения. Ну, конечно же, нужно с хорошими, добрыми мыслями готовить. Тогда ты вкладываешь самую лучшую, самую членскую энергию в приготовлении блюда. И это откликается в виде подкликов тех людей, которые это пробуют. Ну и, конечно, получать удовольствие от процесса. Теперь мы будем из полученной консистенции делать шарики. Чтобы не прилипало к качаточкам или к рукам это все, и получились красивые ровные шарики, нужно немножко смочить водичкой. Так, девчонки, берите. Ничего, ничего. Это мы теперь берем... Теперь вставляем шарики в размере гречкого орешка. У нас немножко импровизированы, они такие с неровными граньями получаются. И каждый шарик обваливаем. Ну, например, в кокосовую стружку. Можно в холодильник. Да, очень важный момент, когда... Поставить вот эту консистенцию в холодильник. Потому что она вот сейчас у нас такая вязкая и дыхенькая получилась. Но когда она в холодильнике в холодильнике постоит, она открывается. Валерия, супер, отлично. Шикарно получилось. Это очень интересное такое задание. Его можно с детками делать. Очень приятный ресурс на получать удовольствие от того, что ты творишь. Ой, какая красивая. Вы чем-то смачиваете водичкой, чтобы... Здесь отсутствие и сиропчика, либо мёда. Вот это тоже получается. В общем, у нас рублей. Шикарный флопус, точно так. Шикарный флопус, точно так. Шикарный флопус, точно так. Это вот такие конфетки, получатые удовольствия. И получаются такие импровизированные, сразу награды. Вы не затеняйте. Пожалуйста. Да. Они нереально просто получаются. Кира фантастики. А будут эти минуты? Нет. А будут эти минуты? Вместо какао можно использовать геном, это тоже очень вкусно. Вот добавим в этот сладок. Получится очень вкусно. Можно, кстати, смешать и какао вместе, и кокосовую стружку, чтобы это было интересно. Сейчас мы смешаем кокосовую стружку, какао и корицу и обваляем еще в кунжуте. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok